Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лисосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений При финансовой поддержке общественной организации Международное Содружество Творцов Родовых Поместей Мы посадили эти деревья в 1937-м. Мне было 26. Я пошел в армию в 41-м. Моей матери пришлось сесть на культиватор, чтобы бороться с сорняками в тот момент. Есть снимок моей матери в начале этого ряда деревьев. Вон там. Такая вот история. Защитные лесополосы использовались долгие годы. Простое действие понижения скорости ветра может замедлить эрозию почвы, повысить урожаи и увеличить набор веса скотом зимой, обеспечить отсутствие наносов, снега в кормушках, повысить выживаемость скота и улучшить среду обитания для живой природы. Это видео обсуждает пользу защитных насаждений вдоль полей и пастбищ, обозначает пять главных составляющих дизайна, необходимых для создания эффективной защиты от ветра, устанавливает основные критерии для выбора деревьев и кустарников, подходящих для защитных заграждений, и кратко рассматривает уход за ветрозащитой. Защитные заграждения помогают предотвращать выветривание и эрозию почвы путем создания защищенной территории, когда покровной культуры или остатков самой культуры недостаточно для защиты поля. Уиллард и Сесилия Гревсон уже несколько лет выращивают кукурузу возле Мэдисона, штат Небраска. Они используют защитные насаждения из тополей, кедра и сосен, чтобы увеличить свои урожаи. Мы действительно верим в пользу деревьев. У нас здесь есть, как видите, песчаные почвы, и они очень летучие. И у нас очень ветрено в Небраске. Это называется равнины. И на равнинах нам нужна защита от ветров, и деревья тут незаменимы. В защищенных зонах насаждения создают микроклимат, который увеличит урожай кукурузы, сои, пшеницы и многих других зерновых культур. Нежные саженцы и деликатные культуры вроде овощей защищены от вреда, вызываемого выветриванием почвы. Уэсли Хьюенфилд был первым фермером, посадившим деревья в Небраске. Многие фермеры здесь потеряли свои земли, а мы смогли сохранить ее. Пол Хьюенфилд, племянник Уэсли, органический фермер, обрабатывающий ту же землю. Пол использует насаждения для защиты своих культур. Органическое фермерство и деревья отлично подошли друг к другу, один в один, насколько могу судить. Нам были нужны защитные насаждения вокруг фермы. Мы также действительно осознаем важность среды обитания для насекомых и хищников. И мы видим, что вдоль деревьев, где мы сажаем травы и бобовые, прекрасную среду для различных диких видов. Защитные насаждения помогают защитить животных от жарких летних и холодных зимних ветров. Животные реже болеют и употребляют меньше корма на набранный вес. Ален Вульф выращивает скот на северо-востоке Небраски уже несколько лет. Требуется намного меньше корма, если они ограждены от холода. Требуется меньше корма, и коровы чувствуют себя лучше. Корова может заботиться о себе сама, если ее не беспокоит ветер. Мы не берем в аренду поля, где нет ветрозащиты. В это время года. Если, например, случится снежная буря или что-то подобное, мы хотим знать, что есть какая-то защита. Иногда здесь случаются столь серьезные снежные бури, что скот может просто умереть, если останется на ветру. Защитные насаждения также используются для повышения выживаемости телят. Бат Твис, распорядитель земель и ресурсов индейского племени Санти-Сиу, посадил деревья, чтобы создать живой коровник. Цель этого живого коровника создать пастбище для отела скота в этой местности. Наши коровы отеляются сегодня в трех разных местах. И мы хотим объединить их всех в одном месте, что намного упростит нам их кормление весной, чем в случае с тремя разными загонами. Это экономически выгодно, сокращает нам топливо и прочие расходы. Помимо защиты почвы, урожая и скота, контроля снега и увеличения выживаемости телят, защитные насаждения предоставляют среду обитания для птиц и животных. Сажая различные виды деревьев и кустарников, можно создать шведский стол семян, орехов и фруктов. Деревья также дают путеводный коридор для дикой природы. Брюс Уайт, ведущий агролесовод программы по сохранению природных ресурсов Национального центра агролесоводства Министерства сельского хозяйства США в городе Линкольн, Небраска. Он работает с защитными насаждениями уже 28 лет. Главный эффект ветрозащиты – ослабление скорости ветра. Чтобы контролировать скорость ветра, вы должны понимать пять составляющих защитных насаждений. И это высота самого высокого ряда деревьев, плотность или количество листьев, ветвей и стволов в насаждении. Расположение – направление, которое защищает насаждение. Непрерывность – отсутствие разрывов в ветрозащите и полная длина насаждения. Изменяя компоненты ветрозащиты, можно добиться желаемого вами эффекта. Начнем разговор с высоты ветрозащиты, обозначаемую как H. Это наиважнейший фактор в определении подветренной защищенной территории. Высота деревьев в защитном насаждении определяет, как далеко будет простираться защищенная зона. Самое сильное снижение скорости ветра происходит на расстоянии от двухкратной до десятикратной высоты защитного насаждения с подветренной стороны. К примеру, в насаждении, где самые высокие деревья высотой 6 метров, наибольшее снижение скорости ветра будет на расстоянии от 12 до 60 метров от ветрозащиты по направлению ветра. Ощутимое понижение скорости ветра может происходить даже на расстоянии 30-кратной высоты деревьев в насаждении. Еще один важный фактор для защитных насаждений – их плотность. Ветер дует поверх и по краям от ветрозащиты, но часть его также проникает сквозь нее. Чем более сплошное или плотное ваше защитное насаждение, тем сильнее падает скорость ветра. Плотность можно варьировать выбором видов – либо хвойных, либо лиственных – интервалом между деревьями и количеством рядов в ветрозащите. К примеру, при защите загона для кормежки скота насаждения должны быть плотными, насколько возможно, при нескольких рядах деревьев, включая вечно зеленые, поскольку есть необходимость в максимальном снижении скорости ветра, и территория, требующая защиты, обычно невелика. Однако насаждения, защищающие большое поле от вреда для урожая или почвы, не должны быть настолько плотными. При меньшей плотности больше ветра проникает сквозь ветрозащиту. В противоположность вашим возможным ожиданиям, защищаемая территория слегка больше. Одно двурядное ветрозащита из лиственных деревьев обычно дает достаточную защиту для посадок и почвы. Защитные насаждения необходимо ориентировать как можно более перпендикулярно, к проблемному направлению ветра. К примеру, если вам нужна защита скота от северных ветров зимой, насаждения должны быть перпендикулярны к северному ветру и находиться с северной стороны загона. Однако для защиты урожая от летних ветров, насаждения должны быть перпендикулярны к южным и юго-западным ветрам и находиться с южной стороны поля. Учитывая непостоянство направления ветра, ветра. Ветрозащита часто сажается в нескольких направлениях, в виде латинских букв L, U или E. Размечая защитные насаждения, не сажайте их поперек загона для корма скота, рядом с кучами навоза или поперек отводных каналов амбарного двора, поскольку деревья, в частности, вечно зеленые, могут расти плохо или не выжить вовсе. Ветрозащита не должна создавать проблем с видимостью на пересечениях дорог или пересекаться с линиями электропередач. Защитные насаждения должны быть непрерывными по всей своей длине без больших разрывов. Разрывы будут создавать эффект воронки, концентрируя поток ветра, когда скорость ветра часто выше, чем в открытом поле. Это создает проблемы в направлении ветра после разрыва в насаждениях. Замена умирающих деревьев и размещение подъездных путей по краям от защитной полосы уменьшает количество разрывов. Если полевая дорога, подъездная дорожка или большая канава должны пересекать полосу ветрозащиты, постарайтесь сделать пересечения под углом к ветру, чтобы избежать образования ветряных туннелей в насаждениях. Наша цель — вырастить в течение 10 лет вместе деревья и кустарник, сформировав непрерывный барьер. Несмотря на то, что высота насаждения определяет протяженность, защищенная от ветра территории, длина насаждения определяет размер общей защищаемой территории. Для лучшей защиты непрерывная длина насаждения должна превышать его высоту как минимум в 10 раз. К примеру, если высота защитной полосы 9 метров, оно должно иметь длину как минимум 90 метров, чтобы уменьшить эффект турбулентности по краям насаждения. Понимая и манипулируя пятью параметрами защитных насаждений — высотой, плотностью, расположением, непрерывностью и длиной, и избегая непригодных для посадки участков, можно разработать ветрозащитные насаждения, служащие вашим задачам. Рич Стрейд — ведущий агролесовод лесной службы Национального агролесоводческого центра Министерства сельского хозяйства США в городе Линкольн, Небраска. Он работает над применением ветрозащиты последние 15 лет. Выбор видов деревьев и кустарников определяется целью защитного насаждения и вашими задачами. Выбираемые вами растения будут влиять на функционирование вашей ветрозащиты. К примеру, если нужна защита скота от зимних ветров, стоит использовать вечно зеленые виды, вроде сосны, ели или кедра. Для контроля снега на относительно небольших территориях, вроде загона или корма скота, вечно зеленые виды помогают создавать плотные защитные насаждения, что дает неширокие и глубокие наносы снега в требуемых местах. Для летней защиты посадка высоких деревьев, либо широколиственных, либо вечно зеленых, сделает территорию защиты почвы и урожая максимальной в течение периода роста. Если для вас важны весенняя или осенняя яркость цвета, кустарники и небольшие деревья дадут всевозможные цветы и плоды. Некоторые виды не сбрасывают свои плоды даже зимой, предоставляя питание для дикой природы и дополнительные всплески цвета. Всегда используйте как можно более разнообразные виды растений, чтобы уменьшить риск потерь из-за болезней и насекомых. Чтобы определить, какие виды деревьев и кустарников использовать, вам нужно ответить на следующие три вопроса. Какие цели я преследую? Какие виды деревьев и кустарников соответствуют моим нуждам и хорошо подходят к местному климату и моей почве? Какие из этих видов деревьев и кустарников доступны в местных питомниках? Местный сотрудник управления охраной природных ресурсов, местный лесник или консультант по сельскому хозяйству могут помочь вам в выборе видов деревьев и кустарников, хорошо подходящих к вашему участку. Иногда мы любим добавить кустарник для живой природы. Стив Расмусен – районный лесник службы охраны лесов штата Небраска в городе Норфолк. Он помогает местным землевладельцам в посадке ветрозащитных полос последние 20 лет. Молодые недавно посаженные защитные полосы, вроде этой, нуждаются в дополнительном уходе и защите от сорняков. С помощью защитной мульчи или покоса сорняков, культивации или гербицидов можно устранить ненужные травы и сорняки. Также важно убрать скот с места посадки защитной полосы, поскольку скот может повредить молодые саженцы. Насекомые, болезни, дикая природа и пожары также приносят немалый вред. Ветрозащитные полосы снижают скорость ветра и создают защищенные от него территории. При тщательном планировании защитные насаждения создают желаемый микроклимат, понижающий эрозию почвы, увеличивают урожай и набор веса скотом зимой, удерживают снег от попадания в кормушки, увеличивают выживаемость телят, обеспечивают среду обитания для дикой природы и улучшают условия труда для семьи фермеров. Для получения большей информации по данной агролесоводческой практике обращайтесь в Центр агролесоводства Университета Миссури. Дополнительную информацию можно получить от Национального центра агролесоводства. В вашей местности локальное отделение управления охраны природных ресурсов, службы охраны лесов штата и службы консультаций при университетах сельского хозяйства также могут помочь с информацией о практике ветрозащитных насаждений. Данное видео было создано и финансировано Центром агролесоводства Университета Миссури в рамках Колледжа сельского хозяйства, пищевых продуктов и природных ресурсов. Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта лесосад golesosad.com. Семена и саженцы редких растений. Создавайте свои пермакультурные проекты и лесосады с нами. Видео озвучено в 2019 году. Перевод на русский Святослав Макаров.